На Телемоссе усе в области краины, да кожная, кроме огольных пытаний, у старшинит Центр выборкам о Беларуси приватной зауваге. Так, на Гомишине перед самым початком детерминовых голосований свою кандидатуру снял еще один кандидат. Таким чином, после того, как округовая комиссия оформить усе формальности, на Гомишине застанется 66 кандидатов у Палату представников национального схода. У вас снимается там кандидат? Снимается один кандидат по Сельмашевскому избирательному округу номер 32, Кацора Владимир Александрович, подал заявление в окружную избирательную комиссию. Он и нам прислал его. По сложению полномочий, так сказать, кандидата. Ну, комиссии участковые знают, что нужно делать в этом случае? Знают. Усяго от Гомельской области у Палату представников треба обрать 17 человек. Найбольшая конкуренция склалася у выборчих округах областного центра, так само у Светлогорской, Рогачевской, Хойницкой. Основный день голосования – 11 вересня. Однако те, кто по особистых причинах не смогут отдать свой голос у гэтый день, мают махчим искрыстаться своим грамадянским правом загадя. Детерминовое голосование отбудется с 6 по 10 вересня. Участки будут працавать с 10 до 19 годин с перапынком с 2 до 4 дня. При себе необходимо иметь пашпорт, подойдут и посвечения деж служащиха, военные, студентский билет, водительские правы, пенсийные посвечения, а так само доведка из Министерства внутренних справок или пашпорт сгубленный, а боз находится на замене. Досрочное голосование будет проводиться на 998 участков. В области образовано в целом 1038 участков, но 40 из них находятся в медицинских учреждениях, где досрочное голосование не проводится. На сегодняшний день в области зарегистрировано 1 101 062 избирателя. Все участковые комиссии получили соответствующие бюллетени, все участки сегодня взяты под охрану подразделениями Министерства внутренних дел.